Дмитрий Кутевин Каждая прямая линия с президентом страны – это около трех миллионов вопросов. И 90% из них – это быт. Проблем полно, а мы все про неработающие краны и высокие тарифы. А как же высокая? Наша компания в стадии банкротства. Четыре месяца мы не получали зарплаты. Здравствуйте, меня зовут Евгений и хотел бы задать вот такой вопрос. Наши дороги растаяли вместе со снегом. У нас создается такое впечатление, что властям выгодно более списывать деньги на ремонт, нежели делать нормальные дороги. Владимир Владимирович, прежде чем вы ответите, позвольте зачитать мне еще несколько смс на эту же тему. Состояние дорог в Волгограде схоже с кадрами военной хроники. Причем из Волгограда действительно огромное количество звонков на тему дорог. И еще одна короткая смс. Я плачу налоги. Где мои дороги? На днях приобрела билет в Казани обратно на летнюю сессию за 17,800. Это дорого, согласитесь, для среднестатистической семьи. Бывает, что люди больные и не на чем вывезти, потому что дорога очень ужасная. Хотел бы вас попросить, чтобы посодействовать. Буквально в одном километре от нас проходит газопровод. Есть распределительная станция. Мы очень просим вас принять решение о газификации нашего строящегося поселка. Наша управляющая компания занималась большим мошенничеством. Мы подали суд, выиграли суд и ликвидировали эту управляющую компанию. Правда, нужно сказать, что за ними остались еще несколько домов. Но я полагаю, что мы это дело докончим. Мы учитывали тот момент, когда вы дали задание Генеральной прокуратуре разобраться в жилищно-коммунальном хозяйстве. Я была вместе со всеми нашими инициативной группой на приеме 7 ноября прошлого года. Но результатов-то не было никаких. Теперь следующий вопрос. Чтобы попасть кому-то на прием, нужно обязательно идти в атаку. Перед этим эфиром я попросил наших зрителей прислать платежные документы. Вот из Петербурга люди живут на улице Белградской. Пять человек в квартире 77 квадратных метров. Видимо, трехкомнатные. Если в декабре 2012 года счет был на 3442 рубля, то за февраль 2013 нынешнего, естественно, та же жилплощадь, они получили счет на 8090 рублей. А был 3? А был 3,442. Это улица Белградская. И совершенно уже из области фантастики счета, которые прислали нам наши зрители из Перми. Улица Петропавловская. Там дом из так называемого маневренного фонда, где живут, видимо, погорельцы, люди, которые лишились жилья. И это не квартиры даже. Это комнаты. Я вам просто назову цены. Вот 1258 рублей было, а сейчас женщина, ее фамилия Морозова, не знаю, к сожалению, имени в квитанции нету, она получила счет на 6657 рублей. Это комната одна. Что это? Президент страны разбирается с квитанциями на оплату услуг ЖКХ? Мне после таких прямых линий всегда как-то неловко. Ну а как? Эксперты журнала Forbes второй год подряд признают президента России самым влиятельным человеком в мире. А мы ему свои квитанции на стол. Да он просто добрый человек. Петр Первый быстро бы призвал кого надо к ответу. Может быть, все из-за того, что мы просим, а не требуем. И вместо Конституции стоило бы вооружиться уголовным или гражданским кодексом. Ну не беспокойте президента. Эта фраза, кстати, могла бы стать названием книжки с алгоритмом действий для собственников. Хочу облегчить задачу. Вот список телефонов и адресов, где можно узнать фамилии людей, отвечающих за покой нашего быта и социальную устойчивость по районам. Итак. Вот, собственно, отделы ЖКХ администрации районов. Сюда и надо звонить, если возникают коммунальные вопросы, на которые не в состоянии ответить ТСЖ или управляющие компании. А это уже телефоны районных инспекций, которые контролируют работу по благоустройству города. Что касается телефонов вашей управляющей компании, они указаны на ежемесячных счетах-квитанциях на оплату жилищно-коммунальных услуг. Телефоны диспетчеров и аварийных бригад, обслуживающих ваш дом, должны быть указаны на дверях подъездов либо на первом этаже. Мы, конечно же, заинтересованы в качественных услугах и готовы за это платить. Очень многие управляющие компании предлагают нам устанавливать водонагреватели и так решать коммунальные проблемы. Многие заводят. Да, мы можем стать автономными, правда тогда непонятно, за что мы платим, если обслуживаем себя сами. Где смысл? Хорошо, давайте мы все будем делать сами, а вы будете говорить нам спасибо. Доброе слово, как известно, и кошке, и ежу приятно. До встречи! И помните, даже чуть-чуть политики делают человека гражданином. Доброе слово, как известно,